Добрый день, дамы и господа. 13 июня 2024 года у микрофона Леон Вайнстейн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Вы, наверное, часто задаете себе вопрос, как бы украсть 50 миллиардов долларов и не попасться. Вот сейчас я расскажу вам, как это сделать довольно простым способом. А на Западе политические лидеры обожают распоряжаться чужими деньгами, так как они боятся, что придет в данный момент Трамп и потребуют отчетности, то они нашли вариант, который Трамп никак проверить не может. У России есть миллиарды долларов вкладов, причем в основном в банках в Бельгии. Есть еще, конечно, много денег Путина, его окружения, его семьи, его кошельков, друганов и тому подобное, но на это пока еще никто санкции, хотя я думаю, что знают практически все, где у кого лежит, но тем не менее никто на это санкции не накладывает. А вот на российские деньги санкции наложены, и на них капает процент. То есть довольно большой процент. Три миллиарда долларов в год. И так как основную сумму совсем уж незаконно брать, просто забирать без разрешения, как бы вы ни относились к России, то наши умники придумали, каким образом под эти три миллиарда, якобы же Россия не вкладывала эти три миллиарда, она вложила только основные деньги, и поэтому мы не можем тут заморозить, но не можем их воровать у них, забирать у них, отнимать у них. Сейчас неважно на что, я сейчас говорю чисто про то, что они бандиты, а мы, господа, все-таки пытаемся быть не бандитами. Потому что бандиты против бандитов, за какое-то имеет значение, кто выигрывает, те бандиты или эти бандиты. Так вот капает на них, у нас называется интерес, я думаю, что по-русски как-то по-другому называются проценты, которые по вкладам капают, и их накапывает три миллиарда. Вот под эти деньги, которые, чьи будут через это время, чьи не будут, может быть что-то произойдет, а Россия, так сказать, ей дадут забирать все деньги, тогда ничего по вкладам капать не будет. Но под эти деньги США дало, дает, еще не дало, дает 50 миллиардов долларов, как бы подарок Украине, потому что Украина отдавать не должна, то есть никакого, это подарок, да? Но на самом деле это будет оформляться, как заем под вот эти вот проценты. То есть не очень понятно, заем кому, если, наверное, заем Америки, а Америка тогда передает эти деньги Украине, тогда Конгресс должен этим заниматься. А вот как обойти все это, чтобы Конгресс и пришедший Трамп ничего сделать не могли, вот это вот они что-то такое там и придумали. И последние там две недели, я думаю, значительно дольше, они все пытались придумать, как бы вот на эти деньги, на проценты, значит, наложить лапу. Значит, теперь я думаю, что, во-первых, это без суда делается, так сказать, без всякого, по крайней мере, никто не сказал, что будет какое-то суд, приниматься какое-то решение. Абсолютно без суда, просто налетчики с нашей стороны, и хорошие налетчики, как бы, да, ну и относительно хорошие, да, лучше, чем, скажем, Путин на сегодняшний день, пока они до уровня гадости и подлости Путина не дошли. Вернее, гадости и подлости дошли, но еще до уровня преступлений Путина не дошли. Ну, так они, такие же налетчики. И вот, значит, они без всякого суда решили, что они будут распоряжаться процентами от чужих денег, делая вид, что эти проценты никакого отношения к вкладу России не имеют, просто так сами по себе эти проценты капают. И тогда вот эти вот обещанные 50 миллиардов, которые Трамп, 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 так сказать, Трамп заблокировал, в общем, так сказать, республиканцы заблокировали этот разбой, а та сторона все 50, 60, 80, 70, все они пытались утащить где-то какую-то такую, несколько десятков миллиардов долларов. Значит, подарок от нас, налогоплательщикам, которые не давали им на это разрешение, значит, подарок кому-то, а нам дальше, так сказать, мы разберемся, там разворуют. Но, по крайней мере, это, где-то, так сказать, с января месяца, когда Трамп будет в Белом доме, уже будет стремно. А тут гениальная совершенно ситуация, при которой они, мы же взаймы даем, непонятно опять кому, непонятно как, непонятно ни банковская, ни финансовая, ни юридическая сторона этого дела, но они уже решили, что они дают 50 миллиардов Украине, а потом еще будут давать деньги. И это будет даваться под вот эти вот деньги, которые поступают якобы, они на следующие там 20 лет будут поступать. А читачи нет. Вот Россия, скорее всего, в какой-то момент пойдет судиться по этому поводу, подозреваю, что выиграет, потому что, ну, по крайней мере, никто не рассказал никакую подоплеку юридическую того, что это можно сделать. Вот заморозить можно, а украсть не получается. Вот. И тогда, если получится, пойдет Россия и выиграет этот процесс, или через 2, 3, 4, 5 лет Россия покидает, вот Иран получил деньги, которые там заморозили, правильно? Ну, придет какой-нибудь там через одного президента и решит, отдадим мы это России. И тогда эти 50 миллиардов, которые мы подарили Украине, мы же не дали им взаймы, правильно? Они нам ничего не должны, эти деньги. Мы деньги эти забираем, я почему-то так долго рассказывал, потому что боюсь, что кто-то может не понять. Мы как бы дали 50 миллиардов, там 5 процентов, скажем, да, значит, и мы должны там 52 миллиарда, 53 миллиарда, 4 миллиарда получить обратно. 3 миллиарда каждый год, считайте, что это 20 лет. Вот если посредине этого бум-бум-бум произойдет что-то, и этих денег больше нету, процентов больше нету, тогда, значит, там 25-30 миллиардов наших с вами денег ухнут. И кто должен ухнуть? Ухнут. Будут ворованы там кем-то, деньги налогоплательщиков. Значит, мы должны будем с вами потом расплачиваться, потом, потом когда-то расплачиваться. Может, даже не мы, там я не доживу. Может быть, ваши дети, может, мои внуки будут расплачиваться. То есть, деньги, которые дали сейчас, но которые невозможно получить обратно. Прошу прощения, что-то такое случилось с компьютером, пришлось остановиться, и снова начинаю записывать. И вот налогоплательщики США должны будут покрыть тот остаток долга. Будет ли это все 50 миллиардов, или 30, или 25, мы не знаем. Но должны быть покрыть. То бишь, если не бытьем, то катанием, и украли у нас денежки. И еще и вывели их из-под возможности Конгресса, там, Сената, будущей администрации проверять, чего они с ними делают. То есть, у нас украли, а мы проверить не можем. Естественно, для олигархов Украины и чиновников США это замечательный подарок. Я не знаю, как к Новому году, к следующей Пасхе, к чему-то еще. И они должны быть в восторге по этому поводу. До военных в Украине и их семей дойдет, конечно, часть этих денег, но так как никто никогда не узнает, какая часть дошла, то не пойму не вор. Вернее, вор, конечно, да, но не пойму. Усочки получат французы, поэтому Макрон, которому позарез нужны сейчас деньги на досрочные выборы, быстро подмахнул документ, даже рисково поссорится с ВВ по этому поводу. Господа, я не к тому, что Россия не должна платить за урон и разрушение. Должна. Но в результате суда или договора капитуляции, что она будет капитулировать, а плюс со специально созданными органами, которые будут отслеживать трату денег, откуда они идут, куда они идут, тому подобное, и вести постоянную работу и докладывать кому-то, какому-то там, либо НАТО, либо кому-то еще, так сказать, ну, не он, правда, она такая же воровская организация, как все остальные, но хотя бы там кому-то докладывать по этому поводу. Вот. Еще Байден подпишет с Зеленским десятилетний договор о помощи, исключительно, чтобы связать Трампу руки и ноги и не дать ему остановить поток денег из США в криминальные руки олигархов Украины, с которыми, похоже, вместе воруют, значит, демократы из США. Генсек НАТО, это Йенс Столтенберг, заявил вчера, что все страны НАТО будут теперь обязаны поставлять оружие Украине. Тоже не очень понятно, на каком правовом основании Латвия, твоя Эстония будет обязана. Они хотят, но обязаны, это очень странное заявление. Но, опять, так сказать, не сказал, что именно украинцы будут получать, какое оружие они будут получать. и если бы было какое-нибудь что-то типа того, что вот мы там сейчас дадим Украине что-то, что будет также такой же дальнобойное, как там у России, они бы обязательно сказали это. Имеется в виду, что мы будем теперь все обязаны поставлять им оружие, по помощи которого они не смогут выиграть эту войну. А, значит, почему сейчас, два года спустя, после начала войны? А потому, что в США грядут выборы, и администрация, не сумевшая угробить Украину за два года, теперь спешно делает вид, что она настоящий друг и верный товарищ. А от этого, конечно, хочется плакать. От подлости и гнусности, я имею в виду. Но я рад за Украину, что хоть что-то попадет в результате этих гнусных политических игр нашей и европейской элиты. На этом все, господа. Я надеюсь, что в ближайшее время рассказать вам что-то более положительное, оптимистичное. До свидания.